Свою работу по всей стране сегодня возобновили общественные приемные Белой Руси. С самого утра в столице встречу с гражданами провела спикер Верхней Палаты парламента Наталья Качанова. Прием длился вместо намеченных трех часов на час больше. Со своими вопросами обратились около 30 человек. Проблемы, которые требуют решения, затрагивали самые разные сферы. Это жилье, качество воды в Минске, здравоохранение, начисление пенсий. Каждый вопрос взят под личный контроль Натальи Качановой. Нам квартиры, согласно 240 указов по льготному строительству, нам выделяются. Но крайне мало и крайне недостаточно. Вот мы сейчас пообщались с Натальей Ивановной. Она сказала, что вопрос она возьмет на личный контроль. Буквально сегодня она созвонит со всеми станциями, в Мингородском полкоме. И мы будем надеяться, что вопрос будет решен положительно. Нас очень внимательно выслушали. Видно было, она тут же сделала пометки. Ручили вопрос, куда им надо по нашему вопросу обращаться. Ну, будем так говорить. Нам сказали, что мы получим ответ в самое ближайшее время. Сегодня работа очень проходила эффективно, плодотворно. Людей пришло достаточно много со своими вопросами, предложениями, пожеланиями. Это заслуживает внимания. У нас в стране принят закон об обращении граждан. И все должностные лица обязаны проводить приемы по личным вопросам, обязаны встречаться с людьми, слышать их проблемы и оказывать всяческое содействие для их разрешения. Но хотелось бы обратить внимание на то, что в большей степени, конечно, это вопросы, которые касаются работы местных органов власти. Это действительно так. И поэтому хотелось бы, чтобы людей на местах слышали. И сегодня же с гражданами встретился заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Мицкевич. Со своими предложениями и просьбами обратились 16 человек. Обсуждались и жилищно-коммунальные вопросы, и вопросы, связанные с нарушением закона по отношению гражданам. Отмечу, всего в стране открыто 150 общественных приемных. Работать они будут по будням с 10 до 19, в субботу с 10 до 13. Обращения граждан принимаются в письменном виде, на личном приеме, по электронной почте и на горячую линию. Телефон размещен на сайте общественного объединения «Белая Русь».